Еще забавный был случай, когда я проводил выступление-демонстрацию в Архангельске. Там был такой забавный случай, когда обычно делаешь общую работу с залом, лечебность в Одессе, выбираешь среднюю нагрузку, чтобы охватить максимально число людей. Для кого-то чеще много, для кого-то чеще мало, поэтому убираешь среднюю. Все равно, перед средней нагрузки, часть людей вырушила. То есть, тайник, я, так сказать, ходил по залу и возвращал обратно их в тела. И одна ситуация была забавной, причем привожу к тому, что забавно сильно. Ну, когда много людей выше было, там, несколько сотен человек, 30-40 лучших, именно, нет времени оставаться долго на крае. Прошел, прекрасно, вернул, девушка так все вернулась, ну, на ее лице, отпечатка интеллекта особо не было, понимаете, да? Вернулась, я на столько дошел в нее, она, как опять готова. Ну, что такое, не случилось. Второй раз, тоже, все, она уже подольше, так сказать, началась, очухалась. И она начала только отходить, и она опять прыгает к этому. Я говорю, что такое? Ну, тут пришлось задержаться, терпать, если она открылась, ее сущность, значит, когда она была здесь, она вышибла ее сущность. И она говорит, какое тебе огромное спасибо, что наконец-таки освободилась от этого тупого тела. Сущность. А я сказал, голубушка, это твое тело, и ты его не развила, это твоя работа. Засунул, закрыл, когда полуплечил, и после этого уже не выпадала за это. Понимаете? Даже сущность, когда вот, бывает, ну, возник в ситуацию, девушка, ну, не получила нормальное развитие, довольно высокое сущность в развитии, попало в тело, которое не развивается. Я решил смыться таким образом, не дожидаясь, когда будет это время умирать. Я говорю, голубушка, работай. Продолжение следует.